Девушки отдыхают Ложим родителей И сегодня я расскажу вам о правиле трех Э Это интересно! Это интересное правило, которое я применяю не только к детскому интерьеру, к детскому обязательно, но и ко всем остальным, потому что это очень важное правило Я думаю, что наши телезрители могут брать блокнотики и записывать правила трех Э Итак, начнем с первого правила Да, обычно люди, когда начинают планировать интерьер, у них возникает только такое С чего бы мне начать? Так вот, чтобы вот этого затяжного Э не было, у нас есть правило трех Э, которое все расставить на свои места Первое Э – это эргономика Эргономично – это основное правило, которое должно быть в интерьере Что такое эргономика? Эргономика – это наука, которая позволяет человеку правильно расположить вещи в интерьере, чтобы он не ударялся нигде ничем, чтобы было удобно вставать, присаживаться, ходить Чтобы все было удобно, комфортно и ничего лишнего Но вот как избавиться от того лишнего, что некоторые люди считают, ну вот без этого стульчика в этой комнате никак не обойтись И каждый день спотыкаясь об этот стульчик, проклиная его каждое утро, все равно говорят, нет, ну вот без него, ну никак Ну, в первую очередь надо, конечно, взвесить все за и против Нужна ли вам действительно эта мебель, нужен ли вам этот стульчик? Вот, потому что действительно, если он передается там из поколения в поколение, то может быть он вам сейчас в вашем поколении абсолютно не нужен Стоит оставить его потомкам Да, конечно Поэтому, может быть, ему место на даче где-нибудь или вдруг какому-то нуждающемуся человеку вы его лучше передарите, и он у него будет приносить и использовать, функцию свою будет выполнять А существует ли какая-то эргономическая схема? Как должна стоять кровать? Где по сравнению с ней должен быть шкаф, стулья, тумбочки? В принципе, такое все существует, эти правила всем известны, и Google может ответить на эти вопросы каждому заинтересовавшемуся Единственное, что могу сказать, что между кроваткой родителей и детской кроваткой должно быть место не менее 70 см, для того, чтобы можно было спокойно пройти, присесть и наклониться к ребеночку Это очень важный момент Но если кроватка, как мы говорили в прошлый раз, стоит близко к родительскому ложу, то вам нужно позаботиться о том, чтобы вам было комфортно вставать из-за этой кроватки Чтобы комфортно было и папе, и маме Да, конечно Не то, что мама лезет через папу, через кроватку, для того, чтобы пробраться на кухню зачем-то Но вот у меня еще возник вопрос, будет ли хорошей идеей в таком случае, если кроватка близко к родительской кровати Кроватка на колесиках, когда ее можно после ночи, когда за ребеночком ты проследишься с ним, все в порядке Просто ее отодвинуть и оставить вот это эргономическое место, чтобы мама могла спокойно вставать Да, конечно, если кроватка достаточно большая, то лучше, конечно, чтобы у нее были колесики, чтобы ее можно было отодвинуть и придвинуть назад Вот если кроватка маленькая у нас, которая одевается на быльце, как мы в прошлый раз говорили То, в принципе, там достаточно остается места для того, чтобы мама смогла спокойно слезть с кровати То есть место, которое позволяет обоим членам семьи и папе и маме беспрепятственно остаться с кровати Это очень главная такая цель, на которую нужно стремиться Да, конечно, потому что без этого у вас просто будут бега по вертикали и там, не знаю Бег с препятствием Еще очень важно, если мы рассматриваем это правило эргономично, чтобы кроватка ваша и малыша были на одном уровне Особенно тогда, когда кроватка приставлена к родительской кровати Почему? Потому что не очень удобно, конечно, маме перекатываться в ниже стоящую кроватку И как-то кормить ребенка ночью, ну или, соответственно, наоборот Поэтому вам нужно позаботиться о том, чтобы уровень был одинаковый Ну, современные кроватки это могут обеспечить легко, потому что там дно поднимается, опускается Поэтому просто отрегулируйте дно Вот, если у вас кроватка, конечно, не такая, а там какая-нибудь старинная, передающаяся из поколения в поколение То тогда просто позаботьтесь о том, чтобы матрасик был больше Закажите матрас повыше, чтобы ребенку было комфортно и вам было комфортно Выходных ситуаций нет, можно найти в дизайне, обязательно какую-то лазейку сделать комфортной для себя Конечно Правило второго Э Правило второе Э это эстетично Но оно у нас, все правила связаны друг с другом И тут вот сразу скажу, что очень многие спешат украшать зону детской кроватки Там разные картинки с фотографиями, разные всякие штучки На стену крепят полочки со свечечками, там еще всякую милоту Вот, но на самом деле нужно быть осторожным с этим Потому что вот наше первое правило, возвращаемся, эргономика Оно как бы говорит нам, что лучше этого не делать Потому что эти все полочки, у них есть такая ненадежная конструкция, да Когда они могут, допустим, там просто обвалиться Или рамочки с фотографиями могут упасть случайно на ребенка Вот, поэтому лучше такие тяжелые режущие, колющие предметы не вешать на детской кроватке Я думаю, что как мама, вы точно знаете, насколько молодым родителям важно, чтобы все было действительно под руками И без лишней суматохи Чтобы никакие рамочки не мешали взять пеленочку для ребенка или какую-то присыпку Чтобы все было предельно просто и на фоне глаз Да, да, конечно Поэтому если вдруг вы хотите фотографию вашего малыша созерцать с просонку То лучше поставьте ее на свою прикроватную тумбочку И там она вам будет то, что надо Вот, а чем же можно украсить тогда детское место, да, спросите вы А я вам отвечу Можно, конечно, его украсить текстильными разными декоративными вещами Допустим, сейчас очень популярны это текстильные буквочки, да, которые там делают с именем ребенка Если они и упадут, то ребенку ничего не будет Не опасно Ребенок только с радостью пожмякает Да, 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 да Вот Потом можно текстильные разные флажочки сделать Красивые мобили сейчас продают, которые вешаются над детской кроваткой Все это можно подобрать в стиле интерьера, чтобы это гармонично смотрелось В цветовой гамме обязательно Потому что если игрушки на мобиле будут такого ядреного, там, розового или оранжевого цвета А у вас достаточно нейтральная спальня и все в спокойных тонах То он, конечно, будет выделяться и выбиваться из общей концепции интерьера Ну, я думаю, что к эстетике, к действительно уравниванию цветов, чтобы все было плавно, красиво, без ярких, кричущих моментов У мамочек это должно быть прожженное, как у любой женщины, которая хочет свить свое гнездышко Если нет, то им поможет дизайнер Да, да, конечно Такие у нас услуги есть, поэтому можете обращаться Вот Ну, что здесь еще можно добавить? Опять-таки, как мы говорили в прошлый раз, да, нужно обратить внимание на постельное белье малыша На постельное белье ваше На текстиль в общем всей квартире И все завязывать в одном ключе всегда То есть, чтобы вот это вот правило эстетично, оно хорошо вникало и проникало в каждый уголок вашей комнаты Чтобы кроватка не выглядела как что-то то, что не должно стоять в спальне Чтобы она действительно нашла свое место Конечно, конечно Правило третье Правило третье, так Повторим Эргономичность Эстетичность И Экологично Достаточно важный пункт Да, это очень важный пункт, поэтому я его в конце решила обсудить, чтобы посильнее закрепить в умах Экологично Сюда нужно обратить внимание на тот материал, из которого состоит кроватка малыша Это в первую очередь нужно обратить внимание на это Почему? Потому что очень многие сейчас родители любят, допустим, купили красивую деревянную натуральную кроватку и покрасили ее в белый цвет Ну белая кроватка, это же так модно, это же так стильно и прочее, прочее Но тут нужно позаботиться в первую очередь о малыше, а не об эстетике, да, то есть и понять, что ребенок, когда находится в кроватке, он может вставать, он может грызть И он будет грызть быльца своей кроваткой Я знаю, что сейчас технологии мебели дошли даже до того, что кроватки не обычным маслом или как это олифы вскрывают, а вскрывают маслом льняного семени Для того, чтобы это было экологично и чтобы детки не навредили себе Да, 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 поэтому, конечно, если вы хотите белую кроватку, то лучше ее покупать с завода, специально сделанную для ребенка И обязательно уточняйте, каким материалом покрыта кроватка, вот, потому что все-таки это здоровье вашего ребенка Я думаю, что экологичность также касается и постельного белья ребенка, потому что ребеночек, который уснул в голубых простынях и проснулся аватарчиком, тоже не есть хорошо Да, 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 вот, поэтому лучше, конечно, использовать хлопковое белье, хлопчатобумажное, да И обращать внимание на красители, которые использовались при окрашивании постельного белья Потому что если это дешевое какое-то постельное белье, скорее всего, его делали в Китае, наверное И использовали там очень недорогие красители, которые могут каким-то образом отпечататься на вашего ребенка Либо повлиять аллергической какой-то реакцией, вот, поэтому обращайте на это внимание И лучше, конечно же, белье после покупки не сразу стелить красивенькое, поглаженное, но лучше его выстирать, выгладить и потом только застелить А лучше простирать его два раза Чтобы оно прошло проверку Да, конечно, чтобы паром его обдать, да, чтобы вымылась лишняя краска Чтобы краска осталась не на вашем ребенке, а где-то там в стиральной машинке Да, ну или лучше где-нибудь в канализации Вот Потом здесь также нужно обратить внимание на, допустим, балдахинчики, если вы используете их И ковры Сейчас мы об этом поговорим отдельно Конечно, многие мамочки, как и в прошлый раз я и говорила, скажут, что это все пылесборники И от них нужно избавляться Но правило эстетики нам гласит о том, что это добавляет уюта к детскому месту И создает некую такую атмосферу, и ребенку уютнее находиться под балдахином, как я уже говорила тоже в прошлый раз Так вот, что же нам делать? Лучше всего, опять-таки, использовать здесь, если это балдахин, то это хлопчатобумажная ткань Либо мы используем органзу Органза тоже гипоаллергенная ткань Она легкая, в уходе легкая и красиво смотрится на любой кроватке А вот по поводу ковровых покрытий? По поводу ковровых покрытий, тут тоже нужно обратить внимание на их состав Конечно, лучше, чтобы это были натуральные ковры То есть, это шерстяной ковер Либо же, опять-таки, тот же хлопчатобумажный длинноворсовый ковер Да, в нем может скапливаться пыль За ней нужно будет убирать Но гораздо проще будет убирать за ним, если это будет ковер небольших размеров То есть, огромный ковролин стелить, конечно, не надо Если это небольшой коврик, вам легко за ним убирать И он добавляет и уюта, и ребеночку будет приятно, если он на нем будет играться И игровые коврики, которые специально покупаются для деток Тоже обращайте внимание на их состав, на их экологичность Чтобы ребенку там было хорошо и уютно Все, чего будет касаться ребенок, должно пройти экологическую проверку Конечно Это игрушки, постельное белье, мебель, коврики, на которых он играет Все должно быть экологически чистым и гипоаллергенным Да, 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 абсолютно Спасибо вам большое, Наташенька, за то, что поделились с нами правилами трех «Э» Я думаю, что в следующий раз мы продолжим наш разговор И узнаем еще что-то более интересное Для того, чтобы привнести что-то действительно незабываемое И, возможно, даже что-то эйфорическое в интерьеры и дома наших телезрителей Субтитры сделал DimaTorzok